На этой неделе в выходные будет проходить ночной велофест. Это мероприятие традиционно вызывает большой интерес не только у казанцев, но на велофест приезжают десятки людей из других городов. Какая готовность, в чем нужна помощь, прошу доложить директора Комитета по развитию туризма Саннику и Дарью Александровну. Пожалуйста. Позвольте кратко рассказать о ближайших мероприятиях в рамках летнего туристического сезона. В прошедшие выходные жителям и гостям столицы представились возможность совершить необычную прогулку по Казани. Мероприятие представляло собой вертикальные танцы в исполнении профессиональных гимнастов из Московского уличного театра на фасаде здания Дома татарской кулинарии. Выступление сопровождалось оригинальными музыкальными композициями, мыльными пузырями и конфетти. Кроме того, специально для участников мероприятия был организован розыгрыш призов от партнеров мероприятия, ведущих объектов гостеприимства города Казани. Стоит отметить, что подобных шоу в Казани ранее не проводилось и вызвало большой интерес не только горожан и жителей, но и средств массовой информации. Мероприятие было организовано совместным усилием Государственного комитета Республики Тарстан по туризму и Комитета по развитию туризма города Казани. А в предстоящие выходные в ночь с 20 на 21 июля в Казани состоится ставшее уже ежегодное мероприятие «Ночной велофест». В этом году в преддверии чемпионата по рабочим профессиям по стандартам WorldSkills маршрут велофеста пройдет по местам и объектам советского района города Казани, популяризирующим рабочие профессии. Сбор участников начнется в 21.00 на стадионе «Казань-арена» «Сектор С». По маршруту велофеста планируется совершить пять остановок около компрессорного завода, около стадиона «Ракета», на рыночной площади около Комза, ветеринарной академии и кооперативного института. Традиционная трансляция экскурсий будет происходить на волнах БИМ-радио. На каждой остановке участники велофеста смогут прослушать рассказы, записанные известными спикерами, среди которых заместитель премьер-министра Республики Тарстан Лейла Фазлеева, министр молодежи Республики Тарстан Дамир Фатахов, ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева, глава советского района города Казани Роман Фатхудзинов и другие. Все это позволит участникам мероприятий не только насладиться ночными видами летнего города, но и узнать любопытные факты о значимых местах столицы Республики Татарстан. Кроме того, программу ночной велофеста запланирует фудкорт и жаркий диджей-сет. А фишкой этого года станет конкурс «Самый яркий участник». Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться на сайте kazanvelofest.ru, к мероприятию 20 июля украсить себя и свой велосипед различными световыми элементами, приехать на велофест и сделать фотографию, выложить ее в инстаграм с отметкой gokazan.ru и хэштегом «Ночной велофест 2019». Итоги конкурса будут подведены к 21 часу 21 июля. Победители ждут призы от партнеров мероприятия. Информация доведена до сведения туристических компаний города Казани и наших городов-партнеров. Таким образом, мы ожидаем большое количество участников из городов России и стран зарубежья. Отмечу, регистрация участников уже открыта на сайте kazanvelofest.ru и продлится до 10 часов вечера 20 июля. Пользуясь случаем, приглашаю всех желающих принять участие в «Ночном велофесте». Благодарю за внимание. Ихтебар рэгвасащен бигзи рахмет. Спасибо. «Ночной велофест» собирает несколько тысяч участников. Ночная велопрогулка по городу привлекает своей необычностью и познавательностью. Однако это довольно сложно для организации мероприятия. Мы вместе с ГЭИ города согласовываем маршрут и сопровождаем участников в целях их безопасности. Но мы не должны забывать об интересах всего города. Маршрут велофеста должен быть опубликован заранее, чтобы все, кто связан с транспортом, знали о перекрытии дорог и мог заранее скорректировать свои маршруты. Это 50%. Задача сложная и требующая постоянного внимания. Мы не достигаем оставленных целей. Эти вопросы, когда экономическое развитие, должен ли у нас решить подраслет зарплаты в этом секторе. Самая актуальная на сегодня задача – наработка муниципальной программы по дизайну более благоприятной. С институтом климата в правительственной республике было принято решение увеличить 40 новых программ. С последующим приоритетом права на группу этих помещений. Эта мера была востребована провести полную нейтрализацию муниципального муничества. О результате прошу доложить процедатам пунктов земли. Еще более серьезно, как по жилищному фонду, нейтрализация позволила выявить пустующее режим. По оформлению рядом есть продолжаться, а по каким-то идет расследование. Я прошу более сложное для организации мероприятия. Мы вместе с ГОИ согласованы маршруты с правом тех, кто связан с транспортом, знал о перекрытии дорог и мог заранее скорректировать свои маршруты.